МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так же, как из года в год, проблема поддержки внутреннего мира человека, его духовности, нравственности уйдут на второй план. А зря мы забываем известную истину, что в безнравственном обществе никакие законы действовать не будут, в том числе и бюджетные. И на это мы несем огромные убытки. Возможно, это кому-то выгодно, возможно, это кто-то делает специально. Иначе чем объяснить, что уже 17 лет в этом зале пробивает себе закон о защите нравственности и в связи с этим об ответственности средств массовой информации? 17 лет! В марте 1998 года Государственная Дума приняла постановление о деятельности некоторых российских телеканалов. И вот там была высказана очень серьезная тревога. Я бы хотел даже процитировать одну фразу. Тревога по поводу передач откровенно циничного, непристойного и оскорбительного характера, фактической пропаганды культа насилия и жестокости. Это было сказано 17 лет назад. Прошло это время. А что изменилось? Содержание кинофильмов, телепередач стало еще более агрессивным. Вот московский журналист, один из них, как-то подводил итоги московского кинофестиваля. И он написал, московский кинофестиваль погряз в разврате и убийствах. Вот я бы хотел, чтобы эту фразу запомнили, потому что ситуация-то становится все хуже и хуже. Посмотрите новости по любому каналу телевидения. Новости, которые идут с утра до вечера. Это чисто фронтовые криминальные сводки. Кровь, убийства. Люди просто звереют и дуреют от таких новостей. А картины массового психоза, когда масса людей завивают огромные концертные залы, вскакивают, скидывают вверх руки, раскачиваются в такт музыки и просто ревут. Мне это напоминает хронику времен Третьего рейха. Пусть идеологическая основа другая, но поведение людей то же самое. Вас это не настораживает? Когда-то известный китайский философ Конфуций сказал, народ, лишенный нравственности, превращается в стадо животных. Согласитесь, есть над чем подумать. Сегодня идет буквально охота на нашу нравственность, на русский язык, на русскую душу. А у нас даже нет системы защиты. Одни лоскутки. А ведь жизнь постоянно меняется и далеко не в лучшую сторону. Никто из вас 15-20 лет назад, наверное, представить не мог, какую роль сегодня сыграет интернет, какое распространение он получит. Может быть, в этом и нет ничего такого особого страшного, но возникает вопрос, кто, чем и зачем наполняет эту мировую паутину, которая уже подчинила себе умы миллиардов людей на Земле и у нас в России, диктует им нормы поведения. Наверняка многие из вас видели в новостях Первого канала примеры, когда родители запрещают детям с утра до вечера сидеть в интернете, а дети, возбужденные этими компьютерными играми, бросаются и избивают родителей, а то и убивают их. Да, нам нужна новая Россия, но, согласитесь, ведь не любой ценой. Здесь не подходят слова известной песни «Мы за ценой не постоим». Когда-то во время моего выступления в этом зале по вопросам электронной России меня упрекнули, что я против научно-технического прогресса. Но, согласитесь, атомная бомба – это тоже результат научно-технического прогресса, а ракеты с ядерными боеголовками – тоже этот же результат. И я думаю, что если человечество погибнет, то в основном не из-за ядерной войны, а из-за того, что человек перестанет быть человеком. Недавно канадские социологи провели исследование, показавшее, насколько люди готовы помочь своим ближним. Так вот, Москва в списке 48 городов мира по этому показателю заняла последнее, 48-е место. Последнее. Неслучайно ученые и специалисты бьют тревогу о том, что по уровню хамства, агрессивности, жестокости по отношению к себе подобным мы занимаем лидирующее место в мире, и ситуация все более ужесточается. Положение в России иногда в десятки раз хуже, чем в других странах. Ну вот примеры. Около 8 миллионов россиян с той или иной степенью периодичности потребляют наркотики. Мы занимаем первое место в мире по потреблению афганского героина. Мы одни из лидеров в мире по пьянству среди молодежи. Показатель самоубийств среди подростков в России в три раза выше среднемирового показателя. Скоро огромное пространство нашей страны не только некому будет осваивать, но и защищать будет некому. Как говорится, колбасы стало больше, а души меньше. Она вообще исчезает. И возможностей исправить ситуацию становится все меньше и меньше. Я, как и большинство из вас, постоянно езжу по районам и городам области и могу утверждать, что в абсолютном большинстве населенных пунктов книгу купить ни для ребенка, ни для себя практически невозможно. А вот водки и вина, сколько хочешь. Возникает вопрос. Это что, государственная программа объединения нации? Кто ее принимал? Какая это программа? Или другой пример? Вы не раз видели в магазинах конфеты, наши российские, отечественные конфеты по цене 500-600 рублей за килограмм. А вот недавно я видел, снова подчеркиваю, российские конфеты по цене почти 1000 рублей за килограмм. Это что же такое? Килограмм конфет стоит больше, чем 4 бутылки водки. Это что, для детей сделано? Это тоже государственная линия? Это государственная программа? Скажите, какая и ради чего такая программа существует, если она есть? Из-за микроскопического финансирования культуры, многие дворцы и дома культуры вынуждены сдавать свои помещения под магазины, чтобы хоть как-то выжить. Поистине огромную роль в каждой стране играют средства массовой информации. Когда-то Геббис говорил о том, что дайте мне средства массовой информации, и я любой народ превращу в свиней. И ведь превращают. Телебередачи забиты мультфильмами с какими-то уродцами. Дети смотрят и подражают им. Недавно один мой знакомый спросил ребенка, указывая на героя мультфильма, это кто, мальчик? Нет. Девочка? Нет. А кто это? Ну это вот такое. И этим вот такое с утра до вечера забивают мозги нашим детям. Это что, воспитание? Вообще телевидение, кино, интернет – это грозное оружие. Оружие, как известно, в руки врага не отдают. А мы отдаем. Более того, мы помогаем врагу нас стопить. Нас и так ругают во всем мире. А мы сами еще подливаем масло в огонь. Искажаем свою историю. И сами себя ругаем. Америка тоже искажает свою историю. Но в лучшую сторону. Они были лучшими, остаются лучшими и будут лучшими. А у нас почему-то принято. Чем сильнее историю втоптаешь в грязь, тем лучше. Кому лучше? Не пора ли с этим кончать? За последние годы фракция КПРФ трижды вносила на рассмотрение Государственной Думы законопроекты о защите нравственности. Или содействие о защите нравственности. Хотя бы содействие. И трижды под различными предлогами эти законопроекты отклоняли. Сейчас уже полтора года лежит проект постановления о защите нравственности в электронных средствах массовой информации. Его и не отклоняют. И не пропускают на заседание Государственной Думы. Кому? И почему, хочу снова спросить. Пока мы спорим, можно или нельзя вторгаться в сферу деятельности средств массовой информации. Беда становится все сильнее и сильнее. И другие страны давно это делают. Уже есть законы. И сфера их действий расширяется. И в Испании, и в Италии, и в Норвегии, и во Франции, и в Германии, и в Соединенных Штатах Америки, и в Японии, и в Китае, и во многих других странах. И все считается нормальным. Вы знаете, недавно, коллеги, я попытался разобраться, какой комитет у нас в Госдуме основной в этом вопросе. Я прошел семь комитетов. Все друг на друга указывают. И я понял. Все понемножку и никто полностью. Вы помните, недавно Путин говорил о духовных скрепах. Где они? Не пора ли нам по-настоящему повернуться летом не только к физическому, но и к духовному здоровью нации? Пока еще не поздно. Пока еще, может быть, не поздно. Может быть, успеем. Ибо какие мы, такова и Россия. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok